Приветствую вас! Ну, начать на самом деле уже сейчас с того, что задать себе вопрос. Вот если вы просто допустите такую мысль, что вы можете быть такой же, как другие люди. Что это, ну, грубо говоря, означает для вас? Что это будет тогда означать для вас? Если вы допустите хотя бы на секунду, что вы можете быть такой же, как другие люди. Вот. То есть просто хотя бы вот для начала подумайте на эту тему. Как вы себя будете чувствовать в данном аспекте? Что вы будете чувствовать конкретно? Что и как вы будете чувствовать? По какой причине вы будете это чувствовать? Откуда у вас возьмётся, ну, вот это вот чувство? Да? Вот. Всё вот это вот, в принципе, с этого можно начать. Далее. Да-да. Нужно сказать обязательно так, что, значит, проявление нарцисизма и перфекционизма. Вот данные появления, они всегда имеют основу, в основе неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах. Всегда. Практически всегда в основе лежит именно это. Неуверенность в собственных силах, страхи и так далее. И, соответственно, если вам вот на эту тему как следует поразмыслить, то я думаю, что вы достаточно легко придёте к выводу о том, что вы, например, например, боитесь почувствовать себя какой-то вот не такой, боитесь почувствовать себя ниже, боитесь почувствовать себя хуже. Понимаете? То есть, за возвеличиванием себя, за возвышением себя, кроется, собственно говоря, обесценивание. Более глубокое обесценивание. На более глубоком уровне кроется обесценивание себя, своих собственных сил, возможностей и так далее. Вот. И, соответственно, с этим, конечно, можно работать и это можно исправить, но для этого требуется индивидуальная работа над вами и индивидуальная работа над собой, над своими проблемами и так далее. Вот. Избавление от запретов, которые у вас идут с детства. Изменение представления о себе, об окружающих. Ну вот. Корректировка вашего ценностного аппарата. То есть, ну, в общем и целом, вот, какие у вас ценности, что для вас важнее всего. Вот. Эти вещи тоже необходимы. Кхм. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам по поводу вашего вопроса сказать. Смотрите. Вы пишете одиночество. Но ведь, знаете, такая штука? Если вы чувствуете себя лучше других, да, ну, что-то другие недостроили, значит, наедине с собой вам лучше, чем с другими. Но если вы пишете, что вы одиноки, значит, вам наедине с собой не лучше, а хуже. Ну или как минимум, да, как минимум не лучше. Как минимум вас это тяготит. Ну, тяготит одиночество. Вот. Если одиночество человек тяготит, значит, он себя не принимает до конца таким, как он есть. А это значит, что завышенная самооценка, это, как и сказал мой коллега, попытка избежать, значит, того, что вот, ну... Это попытка избежать тех моментов, которые в вас являются, ну, наиболее неприемлемыми, наиболее неприятными, наиболее болезненными и так далее. То есть, если, если вы, например, например, признаете тот факт, что у вас есть что-то не то, ну, у вас есть что-то не то, да, если вы признаете, что, ну, у вас, например, есть какие-то сложности, да, какие-то проблемы у вас есть, то если вы это признаете, то вам будет сразу больно. Человек такое существо, что боли боится, боли избегает от нормальных, вот, и, соответственно, в вашем случае то, что вы делаете, это вы избегаете боли, вот. Ну, вместе с тем, нужно понимать, что боль, любая боль, это, в общем-то, означает развитие, любая боль, это развитие. Если вам больно, значит, вы живая, значит, вы растете, вы развиваетесь, вы к чему-то стремитесь, ну, к чему-то куда-то стремитесь, вот. И, в общем-то, вы не стоите на месте, а в таком состоянии, когда вам не больно, вы, в общем и целом, застаиваетесь, вы останавливаетесь, скажем так, в движении, и ваши навыки взаимодействия, например, с другими людьми, ну, могут вообще прийти в негодность, да, и вообще перестать приносить хоть какую-то радость, наслаждение, там, и так далее. Вот. И я уверен, что вы этого не хотите, поэтому боли не нужно бояться, к боли нужно менять свое отношение. Вот так. К боли нужно менять свое отношение. Просто-напросто. На боль нужно смотреть по-другому. На боль нужно смотреть совсем иначе. Не так, как вы это делаете сейчас. Вот. И отсюда, соответственно, возникает вопрос. Как вы воспринимаете боль? Что она для вас? Значит, что она для вас из себя представляет боль? Вот. Как вы эту боль, собственно говоря, понимаете? Вот. И часто ли вы ее испытываете, эту самую боль? И какая у вас реакция на нее? На эту самую боль? Вот. То есть, ну, вы ее боитесь, вы ее не желаете, вы считаете, что в жизни боли быть не должно, вы избегаете ее и так далее. Ну, понятно, что я говорю о боли именно духовной. Понятно, что я говорю о боли душевной, не говорю о боли физической. Это, я надеюсь, понятно. Вот. Ну, вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. То есть, по факту, по факту, по факту, ключевой момент такой. Человек, существо социального. И человек, ну, он живет, в общем-то, в обществе людей. Ага, к счастью или, к сожалению, ну, он вот живет. И для того, чтобы вести полноценную деятельность, человеку нужно кооперироваться с кем-то. И вам нужно понять, понять, что недостатки, вот, какими бы они ни были, недостатки человека, вообще, любые недостатки любого человека, это неплохо. На самом деле. В этом нет ничего дурного, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного. Недостатки – это то, что делает нас с людьми. Но если кто-то в вас отказывался принимать недостатки, если вот у вас отказывались принимать недостатки, как, ну, какие-то, да, вот кто-то, какие-то люди отказывались принимать у вас недостатки, ваши недостатки, то эти люди не принимали свои недостатки. Понимаете? А если человек не принимает свои недостатки, значит, скорее всего, этот человек не принимает себя, не принимает свою человечность, не принимает свою суть. Понимаете? Вот и вы. Вы также не принимаете свою суть, вы даже не стыдитесь своей человечности. Вот. И это, конечно, в некоторой степени серьезная работа по изменению себя. Вот. Потому что будет сопротивление, будет непринятие. Вот. Это работа. Ну, эта работа, во-первых, интересная, потому что эта работа в любом случае несет в себе изменение реальности, в любом случае несет в себе расширение кругозора. Вот. И несет в себе более гибкое мышление. Вот. И я полагаю, что это работа, от которой можно получить наслаждение, можно получить удовольствие, можно получить радость. Вот. Конечно, если только, если только вы сами к этому готовы. То есть, вот. Проблема вы обозначили. Да? Проблема есть. Хорошо. А теперь, теперь, значит, только в том, только в том, чтобы ответить себе на вопрос, что я готова сделать для того, чтобы это исправить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку. Я буду рад помочь. Вот. Вам, вам буду рад помочь. С удовольствием помогу. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.